Юрий Владимирович, вот на сегодня роль Африки в мировой экономике, она возрастает? Вообще интерес мировых держав к этому рынку возрастает? В целом, да. В Африке сосредоточено достаточно большое количество полезных ископаемых, природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, которые представляют интерес для крупных государств. Ну и не только крупных. То есть такие страны, как Россия, Китай, Соединенные Штаты, они достаточно активно участвуют в реализации различных проектов на территории Африки. Наше присутствие в Африке, оно в принципе носит системный характер. То есть нельзя сказать, что мы как-то вот резко туда развернулись. Мы постепенно наращиваем наше присутствие. Начинали мы с двух загранучреждений нашу представленность. Там это были посольства в Египте и в Южноафриканской республике. На сегодняшний момент на африканском континенте функционирует пять белорусских посольств. Этими опорными точками в целом охвачены ключевые регионы Африки. То есть север, восток, юг и запад. Последнее посольство наше заработало в 2022 году в Зимбабве, в Хараре. Мы как страна с такими огромными объемами и сельхозпродукции, и продукции машиностроения. Все-таки этот рынок нам интересен больше для экспорта своей продукции, либо для кооперации, вот если смотреть на, скажем, на долгосрочную стратегию развития взаимоотношений. И для того, и для того. Дело в том, что начинается все, как правило, с экспорта. А когда приходит узнавание технологий, приходит понимание того, что мы предлагаем качественное решение по доступным ценам, появляется интерес со стороны наших партнеров, в том числе в Африке, для начала проектов промышленной кооперации. На сегодняшний момент у нас реализуются проекты промышленной кооперации с Египтом и Южноафриканской республикой. В 2021 году начат проект по сборке в ЮАР тракторов МТЗ, которые выйдут на рынок под местным брендом. Кроме того, интерес к нашей сельхозтехнике и, в принципе, к нашим наработкам в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности проявляют и другие африканские страны. Это и Кения, и Эфиопия, и, безусловно, Зимбабве. Вот если говорить про страны, такие наши точки опоры на этом континенте, потому что страны, в общем-то, разные. И по населению, по численности населения, и по доходам, и по инфраструктуре. Вот какие бы страны на сегодня для нас такие точки опоры на африканском континенте? Точками опоры на африканском континенте для нас традиционно служит Египет, Южноафриканская республика. Кроме того, в Западной Африке мы опираемся на Нигерию, которая является экономическим лидером в регионе. В Восточной Африке нашей точкой опоры является Кения, где также у нас есть определенные перспективы для наращивания товарооборота и всего спектра сотрудничества. Кроме того, если брать регион между Южной Африкой и Восточной, то вот в этом поясе наша опорная точка Зимбабве, куда планируется визит главы государства. Мы рассчитываем, что этот визит станет логичным продолжением тех контактов на высшем уровне, которые у нас уже наработаны, придаст новый импульс нашим двусторонним связям. Для того, чтобы наработать новые перспективные направления, непосредственно перед визитом будет проведен Белорусский бизнес-форум, где примет участие под эгидой Белорусской торговой промышленной палаты внушительная делегация белорусских предприятий, экспортеров. Мы рассчитываем на то, что это даст дополнительный экономический эффект именно в наших двусторонних контактах Зимбабве. То есть получается, что интерес у бизнеса есть, раз поехали на форум? Есть, безусловно, есть. Тем более, что если говорить о Зимбабве, у них очень большой интерес, в первую очередь, к компетенциям в области сельского хозяйства. Мы уже на сегодняшний момент совместно с зимбабвийскими партнерами приняли участие в реализации первой и второй фазы программы механизации фермерских хозяйств Зимбабве. За последние три года поставлено туда более 2000 единиц белорусской тракторной и носильскохозяйственной техники. И мы рассчитываем, что с нашей помощью Зимбабве превзойдет последний свой рекорд урожайности 2022 года. Это рекорд за последние более чем 50 лет. Ну и горнодобывающая, наверное, промышленность? Горнодобывающая промышленность, безусловно, для стран Юга Африки наша карьерная техника не является чем-то новым. Она там хорошо знакома, она себя хорошо зарекомендовала. Получается, если страна приходит в одну из стран, то те, кто граничит, тоже могут рассчитывать и на поставки продукции. Мы, наверное, тоже на это рассчитываем, чтобы после уже войти в другие страны африканские. В целом мы не замыкаемся на одной конкретной стране. Как правило, наши послы в странах Африки аккредитованы по совместительству в соседних странах. Поэтому, естественно, работа проводится. Есть интерес и у тех стран, где наших посольств нет, но которые рядом. И в этой связи, да, вы правы, можно рассчитывать на то, что действительно и в эти страны белорусская техника, белорусские компетенции, белорусский опыт тоже придут. Спасибо вам большое. Спасибо.